Музыка Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета на очередном заседании. Хотел бы по традиции сказать несколько вступительных слов. Наша Церковь и народ наш вступили в празднование тысячелетия со дня представления Святаго Равнапостольного князя Владимира. И посещая разные места и приходы, и пархи, и монастыри, я вижу, как реально этот праздник влияет на сознание людей. Князь Владимир ведь для многих был неким былинным героем. Образ его был совершенно неопределенным для нашего народа. Да, был какой-то, которого красным солнышком называли. А дальше некие мифологемы. Празднование дает возможность каждому прикоснуться к огромному подвигу, который совершил этот человек. К подвигу, результатом чего стало создание целой цивилизации, которая существует более тысячи лет и которой мы все с вами имеем честь принадлежать. Если говорить о социальном и даже политическом срезе события, связанного с крещением Руси, то речь идет, конечно, о очень сильной акции, сильном действии, которая переломила не просто некие негативные тенденции в жизни древнего дохристианского русского общества, но которая создала предпосылки для вывода народа на совершенно иной уровень развития. Князь Владимир, сознавая, что религиозный фактор является единственным мировоззренческим фактором, который может влиять на взаимоотношения различного рода групп, племен, он делает такой религиозный выбор, который помогает ему в очень короткое время решить задачу огромной государственной важности. Он начал решать эту задачу огнем и мечом, объединяя под свою мощную силу древние разрозненные славянские племена. Но вот удержать силой в единстве эти группы было невозможно. И язычество, которое было тогда мировоззренческой основой, мировоззренческой базой жизни древнерусского государства, не способно было в силу ущербности своей этики помогать людям жить вместе. Не было достаточной мотивации, потому что мироощущение язычника сводилось к тому, что нужно больше иметь и не думать о том, что приобретение этого большего нанесет вред другому. Живи хорошо за счет другого. Вот эта страшная психология, и говоря современным языком, психология потребительства любыми средствами. Она могла сдерживаться, управляться только силой оружия. Вот князь и наказывал взбунтовавшихся, взорвавшихся, не плативших дань и так далее. Князь Владимир понимал, что на такой основе ничего построить невозможно. И он избирает веру, христианскую веру, в ее восточном, православном виде. И сам принимает христианство искренне, сердечно, становится другим человеком, переживает опыт соприкосновения со Христом. Для него крещение было не просто неким действием необходимым для того, чтобы затем крестить народ. Он становится другим человеком и, видимо, опытно понимает, что такое благодать Божия, которая прикасается к верующему человеческому сердцу. И вслед за этим происходит крещение народа. Не все, конечно, сразу строилось, и невозможно было в одночасье полностью поменять сознание людей. Мы, люди, живущие с вами в переходную эпоху, от советской системы к некой новой системе, на опыте знаем, что ничего невозможно сделать одномоментно. И особенно тревожные 90-е годы были для нас примером, и очень ясным примером того, что одномоментно ничего в жизни народа произойти не может. Вот отталкиваясь от своего опыта, можем сказать, насколько сложно, видимо, было изменить эту мировоззренческую ориентацию всего народа в то время, когда произошло крещение. Но ведь по милости Божией все это произошло, и народ стал христианским народом. И преемственность всего того, что совершил князь Владимир в жизни России очевидна, потому что православная вера дает возможность выйти уже из-за предела, из-за границы этнически славянского, славянских племен и распространять эту универсалистскую духовную идею, идею единства на народы, которые не связаны единой кровью со славянами. Собственно говоря, когда мы говорим о единстве многонациональной России, современной, мы должны помнить, что огромную, может быть, решающую роль в формировании этого единства сыграла православная церковь. Вот таким образом, совершенная князем Владимиром, а также его личность, сегодня становится очень актуальной и легко прочитываемой сквозь призму происходящего в нашей стране, как в недавнем прошлом, так и сегодня. Поэтому мне кажется, что мы должны все вместе, как церковь, молитвенно обратиться к святому князю Владимиру, прося его помощи, в том числе и в сохранении единства нашего многонационального народа, в преодолении междоусобицы на Украине. Это междоусобная брань на территории Святой Руси. Как бы на нее не посмотреть, и так, как смотрят на нее с точки зрения Российской Федерации, и так, как на нее смотрят с точки зрения Киева, в любом случае это междоусобная брань на территории Руси. И как князь Владимир сумел, в том числе, и понизить градус всякой междоусобной брани, так и мы совместными усилиями церкви, общества, народа, государства, и государства, и государства должны делать все для того, чтобы междоусобная брань ушла из жизни нашего народа, или, если угодно, кому-то, кто считает, что существует несколько народов наших народов. Это уже вопрос вкуса, в том числе и этноисторического вкуса. Но дай Бог, чтобы всякое разделение ушло. И хотя сегодня на территории Руси существуют суверенные государства, это не должно быть основанием, поводом для конфликтов, тем более вооруженных конфликтов. Нужно с уважением относиться к суверенитету и одновременно с уважением относиться к естественному стремлению народа или народов быть едиными. Тем более, что в основе жизни этих народов, наших народов, одна православная вера, заложенная, а равноапостольными трудами, князя Владимира. Сегодня мы будем разбирать текущие вопросы жизни нашей Церкви. Я внимательно изучил все те документы, которые вы представили в этот раз на заседание. Хотел бы выразить удовлетворение высоким уровнем подготовки сегодняшнего заседания. Надеюсь, что мы, рассмотрев представленные соображения, документы, сможем сделать важный шаг в реализации тех решений, которые принял Архиерейский собор и Священный Синод. Синод.